ТРАССА СТО ОДИН Приветствую в эфире ТРАССА СТО ОДИН Владимир Сметанин не нарушает почти Жители Кировской области по всей видимости ударно отметили 1 мая За прошедшие 5 выходных дней сотрудники госавтоинспекции задержали на дорогах региона почти 120 водителей находившихся в нетрезвом виде, либо отказавшихся дуть в трубочку Почти 70 граждан сели за руль, не имея водительского удостоверения, либо будучи лишенными прав Не обошлось в праздники и без смертельных аварий Так, в Верхошижемском районе в ДТП погибли 18-летний юноша и 15-летний подросток ТРАССА СТО ОДИН Вольво объявила в России масштабную сервисную кампанию Отзыву подлежат почти 10 тысяч S60, V60, S90, V90, XC40, XC60 и XC90 которые были проданы дилерами в прошлом и нынешнем годах ВИН-коды есть на сайте Росстандарта В качестве причины указывается возможная неисправность системы автоматического экстренного торможения Для ее устранения необходимо обновить программное обеспечение На федеральном уровне планируется внедрить наказание для водителей за парковку на детских и спортивных площадках, либо на озелененные территории Размер штрафа для обычных граждан в этом случае составит 5 тысяч рублей Для юрлиц 35 тысяч Такое же наказание будет грозить за нанесение ущерба городской инфраструктуре Под этим следует понимать, например, выбрасывание мусора из окна автомобиля В начале лета в нашей стране собираются запустить программу «Доступная аренда» Суть ее в том, что автомобиль можно будет взять в долгосрочную аренду по цене, которая ниже среднерыночной Заниматься этим будут, предположительно, банки Точная схема, заявили в Минпромторге, должна быть разработана в мае Государство готово потратить на запуск программы 2,5 миллиарда рублей Китайцы всерьез намерены конкурировать с Тесла В ближайшее время компания BYD начнет продажу электрического седана под названием «Хан» Минимальная цена новинки около 25 тысяч долларов Или под 2 миллиона рублей по нынешнему курсу В начальной версии машина оснащена одним электродвигателем, выдающим 222 лошадиные силы Полностью заряженного литий-железо-фосфатного аккумулятора на 65 киловатт-часов Хватит на 500 километров пути В топовой комплектации будет два электромотора Которые разгоняют авто до сотни менее чем за 4 секунды На этом все, вопросы и комментарии оставляйте на сайте Эхо Кирова До свидания Трасса 101 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова